Здравствуйте! Мы приветствуем вас на канале Астроумное и Познавательное. На этом канале мы даем ответы на вопросы, делаем обзоры, рассказываем о самом интересном и познавательном, что случается в мире. Итак, год тому назад на моем основном канале мне было написано комментарий от одного замечательного человека, с которым мы переписывались по поводу ремонта. И он так вот написал, как классно было бы, если бы шкаф-купе был встроенным с зеркалами. Просто огонь! А вот шкаф портит все. На что я ответил, что на самом деле есть фэн-шуй. То есть я придерживаюсь законов фэн-шуй, китайцы очень мудрый народ, там не только строительство, но и вся жизнь по фэн-шуй, избытка фэн-шуй. Они вообще молодцы, собственно говоря. И я сторонник именно фэн-шуй, поэтому никогда зеркало не должно смотреть на выход из дома. На что он отвечает? Ничего себе, даже так, не думал об этом никогда. На такую прихожую еще надо поискать, чтобы наставить так шкаф-купе, и он не был на выход. Ну, похих на зеркало, что на нем свет сошелся. На самом деле, вы знаете, очень хороший человек, у нас была переписка, как я и говорил, Но есть определенное правило, то есть есть энергия дома, есть энергия людей, проживающих в этом доме. Положительная энергетика энергия называется ци, отрицательная ша. Так вот, никогда нельзя, чтобы ни прямо, ни боком, абсолютно никак в зеркалах шкафа-купе и вообще в зеркале, висящем на стене, не отражалась входная дверь. Почему? Потому что энергия положительная дома, людей, проживающих в этом доме, выходит за пределы этого жилья. В крайнем случае, если уже так получилось, то висит зеркало также на входной двери. Конечно же, оно надежно закреплено, чтобы ни в коем случае не упасть. И тогда энергетика не выходит из дома. Чтобы не выносить положительную энергетику, хотя бы на входной двери должно висеть повестный рост, это зеркало. У меня так в доме сделано, что зеркала вообще не смотрят на входную дверь. И это очень правильно, поэтому я рекомендую вам придерживаться этого обязательного правила. Придержитесь правил фэнши, не только в строительстве, но и в жизни. Это очень мудро, интересно, а главное, что это просто правильно. Под видео в описании будет ссылка на это видео, там где был этот шкаф. Мы расскажем много интересного и познавательного. До новых встреч в новых видео. Хорошего вам настроения. Субтитры создавал DimaTorzok